Вместо спасибо угрозы, а вместо денег угрозы разбить автомобиль и даже попытки это сделать. В редакцию нашей программы обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что столкнулся с неадекватным поведением одного из своих клиентов. Это была очередная заявка. Единственное, мужчина был не совсем трезв, но это бывает часто. Но по пути клиент стал угрожать водителю и требовать ехать туда, куда проехать в принципе невозможно. В автомобиле работал видеорегистратор, который водитель, понимая, что может случиться всякое, просто развернул в салон. Записи посмотрел Айрад Назипов. Что случилось-то? А то... Вы сидите, пожалуйста, здесь же нельзя выходить. А не п***ь! Здесь же это... СЕ... Астюха! По рассказам водителей такси, с самого начала поездка не вызывала никаких сомнений. Двое мужчин сели в салон автомобиля и попросили довезти их до улицы Карачаровская. Проехав две остановки, один из них вышел, а второй продолжил путь. Мужчина представился Алексеем, вёл себя адекватно и извинялся за то, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Продолжалось это недолго. Доехав до улицы Закива, он стал себя вести по-другому. Стал расстёгивать ремень безопасности и пытаться открыть пассажирскую дверь и выйти на ходу. Благо я успел заблокировать дверь, чтобы пассажир не вышел и не попал под колёса других транспортных средств. Понимая, что ситуация накаляется, водитель повернул видеорегистратор в сторону пассажира, который к этому моменту стал угрожать и бить по стеклу. Едь! Едь! Пассажир заставил водителя свернуть маршруты и высадить его совсем на другой улице. Вы понимаете, что он тупик? Не по***! Пожалуйста! Позже мужчина вышел из салона, так и не заплатив за поездку. К тому моменту сумма составляла 291 рубль. Если Алексей увидит данный репортаж, пусть он отдаст эти деньги нуждающимся, либо бабушке, дедушке, либо в церковь, мечеть по своему усмотрению. Сейчас пассажир занесён в чёрный список компании такси. Сам же водитель не планирует обращаться в полицию. Отметил, что таким образом хотел предостеречь автомобилистов и пассажиров от подобных конфликтных ситуаций. Ведь в случае обращения в правоохранительные органы дело может принять совсем иной оборот. Айрат Назиф Амирзалюшев, Вызов 112.